Уцененная свобода. Чиновнику в Закарпатье суд сократил сумму залога почти в 10 раз. Речь идет о мэре Чопа, которого задержали 2 недели назад при получении взятки. Почему судьи вдруг пожалели обвиняемого? Все подробности расскажет Марина Коваль. В зале апелляционного суда Закарпатской области яблоку негде упасть. Здесь десятки чопских активистов с плакатами в поддержку задержанного мэра. Валерия Самардыка заводит под конвоем. В группе поддержки высокопоставленные чиновники, губернатор Закарпатти, глава облсовета и народный депутат. Все однопартийцы задержанного мэра, члены партии Блок Петра Порошенко «Солидарность». Геннадий Маскаль уверяет, это вовсе не давление на суд. Чем я тисну? Чем? Подивиться на меня. Я не могу даже больше 5 килограмм поднять. До меня пришло жителей ЧОПа. Ну, было... Я не раховал, но человек 300-400 было. То как? Я должен это все проигноровать? Их соратника задержали 30 мая вместе с депутатом гурсовета и архитектором ЧОПа. Те якобы требовали у предпринимателя более 3000 долларов взятки в обмен на разрешение поставить в центре города ларьки. Ужгородский суд по требованию прокуратуры отправил ЧОПского городоначальника под стражу на два месяца. Правда, с возможностью выйти из СИЗО под залог в миллион гривен. Самордак объявил голодовку и стал оспаривать решение. Это политический заказ. Я все больше и больше прихожу к той мысли, что это не просто провокация, это глубоко спланированная акция. А стоят за ней политические оппоненты Валерия Самордака добавляют в группе поддержки. Геннадий Москаль рассказывает, предприниматель, который якобы давал взятку, это подставное лицо. Ранее мужчина был осужден в России за финансовые махинации и находится там в розыске. По наших данных, на территории Закарпатской области, он использовался 30 раз. Для дачи взяток. На криминальном сленге, я еще раз скажу, это называется торпеда. Это такие люди, которые живут за счет милиции. Если это человек подставлен, то тогда мы разнимем оппонацию. На заседании адвокаты Самордака просили отпустить его на поруки нардепа Роберта Горвата. Ходатайство суд не удовлетворил, но уменьшил сумму залога с миллиона до 128 тысяч гривен. Деньги тут же внес неизвестный предприниматель. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород.